Егор Миронов, человек, который открыл онлайн-школу по психосоматике. Ну, сейчас мне 47 лет, психологом я стал в 40. 3 миллиона? Да. Это за сколько курсов? С июля по декабрь. Я не давал рекламу, в принципе. Я вещаю для тех людей, которые могут, которые умеют думать. Всем привет, кто находится на волне онлайн-образования. Сегодня снова с вами Илья Терновой. И я, Федор Спиридонов. Сегодня у нас в гостях эксперт и продюсер в одном лице. Егор Миронов, человек, который открыл онлайн-школу по психосоматике. Как он заработал на новом для себя виде деятельности 5 миллионов рублей, мы его знаем в этом интервью. Ну что ж, друзья, у нас в гостях уже, как мы и представляли вам, Егор. Добрый день. Здравствуйте. Приветствую. Здравствуйте. Судя по той информации, которую мы получили, у вас клуб успешных людей. Правильно я понимаю? У меня онлайн-школа по психосоматике в основном сейчас, но более общая задумка – это сделать действительно вот нечто вроде сообщества людей, которые успешны во всех смыслах своей жизни. Не только в плане здоровья, но и в плане отношений, ресурсов, не только денег. Ну, это такая глобальная. Но сейчас вот основное направление – это именно здоровье. То есть чем, собственно, наша школа и занимается. Психосоматика, правильно? Психосоматика. Я психолог, я специалист по психосоматике, поэтому это и перенес в онлайн-формат. Немного раскрыть грани понимания психосоматики. Что это такое? Потому что зрителям может быть непонятно. Психосоматика, ну, слово означает, что любое телесное изменение вызывается теми или иными реакциями психики нашей. Больше негативных реакций на происходящее, больше болячек. Абсолютно верно. И чем сильнее эти реакции, тем сильнее болячки. Да, любая реакция вызывает изменения в теле. Но когда вы испытываете положительное стресс, удовольствие, да, там, приятная вещь, там, радостное событие, у вас тоже учащается сердцебиение, там, вы краснеете и так далее. Но это ресурс для организма. И вот это изменение, оно не приводит, ну, к тому, что называют болезнью. Негативная реакция, особенно если человек не знает, что с этим делать, она вызывает стойкое телесное изменение. То, что и привыкли называть словом болезнь. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. Тогда давайте поговорим о вашем бэкграунде, о вашем образовании, профессиональном ли это образовании. И как вы проделали этот путь, стали экспертом в этой области и уже познакомились с акселератором? Ну, сейчас мне 47 лет, психологом я стал в 40. То есть до четыре десятка первые в моей жизни у меня первые два образования технические. Пошел учиться на психолога, получил первое образование, потом второе, то есть у меня два диплома. И делал это в оффлайне, то есть обычная частная практика. Про акселератор я узнал в январе 2018 года. И вот в январе я узнал, с февраля 2018 года я записался на обучение. Месяц примерно вам понадобилось времени, чтобы подумать, да? Нет, там не было думать в плане выбора. Ну, просто технически надо было там закончить дела, да и поток очередной начинался с февраля. Поэтому это было просто спокойно. То есть было время просто познакомиться чуть больше с этой темой. Что такое онлайн-школа, да? Как там, ну, что это такое? Потому что до этого вообще не было никаких знаний об этом. Ну, отозвалось внутри очень. Помогли именно вебинары Алексея Стрельцова, то есть на который просто объясняют, что это такое. С кейсами, вот прям вот очень здорово. Какой пакет приобретался у акселератора? Купе. Сколько он стоил? 300 тысяч. С точки зрения, ну, пройдя уже обучение, да, вот пройдя этот путь, было понимание, что эти деньги потрачены не зря, и вот прям я получил то, что хотел? Ну, у меня ситуация была такая, что деньги как бы были на обучение, это были не последние деньги, я не кредитный, не брал ни кредитов, ничего, и эти деньги отбились с первого же потока. То есть в июле я запустился, сразу же как бы они и вернулись. Поэтому в моем случае, ну, в любом случае, это было не зря, потому что ту информацию, которую я взял там в первые же месяцы, у меня и не было вообще. А вы прослушали все уроки? Вот именно прослушали? Почти. Почти все? То есть, да. Вот полномерно так вот вы прослушали? Да, да. Или по надобности? А почему запуск-то у меня отложился? Потому что приходилось, ну, сначала это все слушать. Ну, вот в моем случае, я как-то вот собрал, наверное, оптимальную такую схему. То есть я не досмотрел все уроки, но с тем, что я взял, я начал сразу делать, и вот оно получилось. И начали работать на холодную аудиторию, или начали, скажем так, подтягивать свои старые контакты, кто к нам обращался, и это и было платформой вашей для первого курса? Нет, я начал работать со своей имеющейся аудиторией. То есть я не давал рекламу, в принципе. Люди, которые приходили, это, ну, условно, была теплая аудитория, горячая. На рекламу я не потратил ни копейки. Не потому что мне жалко было. Ну, потому что некогда реально было. То есть я развивал вот эти уроки, которые записал в первые 2-3 месяца. Вот сейчас идет уже холодная аудитория, и там совершенно другая процентовка. Если там просто люди, которые уже знали, они просто брали, теперь, вау, да, это здорово, давайте мы к вам прием учиться. То есть вот первые 3 миллиона, они пришли вот от этих теплых людей. Теперь приходится уже дальше. Первые, простите, сколько? 3. 3 миллиона? Да. Это за сколько курса? С июля по декабрь, а? С июля по декабрь. 6 месяцев, да. За полгода? То есть там прошло 2 потока большого курса и 4 маленького. Или 5, я не помню, что это такое. То есть там отучилась человек, наверное, ну, 60-50, где-то 70, вот так вот. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Расскажите, пожалуйста, какие-то основные моменты, которые вам больше всего понравились за время обучения в акселераторе. Но информация пришла, ух ты, я вот ее работал, работал, и исходя из этого вот что-то у меня выходило. Ну, я такой, то есть другим надо. Поэтому у меня в курсах нету геймификации совершенно, у меня нету там как таковой сильной, вот какой-то такой вот звонить там как раз в неделю людям, а как вы там работаете, нет такого. Клубов у вас тоже нет каких-то там своих, там где они в чатах создают? Нет, 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 нет. Ну, я так же участвую. Каждый поток вы помните там, кто есть, кто, как они потом вливаются в общую группу, то есть заканчивается поток, переходит в общую. То есть там это все отойдет, растет вот так вот. Ну, как бы память хорошая, вы вроде всех помните. Какие-то у вас есть планы на будущее, чтобы четко видеть, какие горизонты? Перед собой, да? Да, планы есть, но горизонтов я не вижу. То есть я развиваюсь таким образом, что мышление тактическое, скажем так. А из этого вылезает очень классная, вот в долгосрочной перспективе. Хочется хотя бы некоторые курсы перевести там на английский, чтобы там другую аудиторию. То есть это планы есть, но пока как это сделать, я не знаю. Ну, план есть, он как-то сделается. Инстаграм у вас нет, насколько я знаю. Почему вы обходите пока страной? Это не ваша целевая аудитория там сидит? Там есть моя целевая аудитория, она везде. Потому что все люди болеют. Они везде есть. Не хватает времени, не хватает технической. Я так понимаю, что вы делаете все самостоятельно, собственными руками, я прав? У меня есть команда, которая ведет гид-курс, то есть это технические специалисты. Вот как вот с июля мы начали, так вот именно благодарим, оно у меня все и пошло. И с февраля там человек, который ведет ВКонтакте. Пока что. То есть Инстаграм в планах, там, Фейсбук в планах, ну, физически пока времени. А сайт вы делали сами или тоже как вам разрабатывали? Ну, сайт сам. То есть это старый сайт. Это не ключевой показатель. То есть это вы там просто выкладываете туда информацию, как понимаю, судя по всему. Очень интересно, потому что сейчас, ну, такие бытуют мнения, и у специалистов, да, и в принципе они не безосновательны, потому что важна упаковка. Вот. Я так понимаю, что вы немного уделяли внимание именно упаковке, да, то есть вы больше представитель той аудитории экспертов, которые пекутся о содержании. Вот расскажите, пожалуйста, про свою целевую аудиторию, для кого вы вещаете? Я вещаю для тех людей, которые могут, которые умеют думать. Потому что, смотрите, информации сейчас много. Описать целевую аудиторию по возрасту, полу, образованию не проблема вообще. Но я когда-то услышал такую фразу, что целевая аудитория – это не человек, который вот возраст, пол. Целевая аудитория – это его проблема. А поскольку болеют все, то есть моя целевая аудитория – это от новорожденных условно до самых-самых старых пенсионеров. Тут либо делать 100 разных аватаров по стандартному сценарию, да, пол, возраст, где живет, чем занимается, о чем думает и так далее. Я этой схемой, как бы я ее увидел, но она как-то у меня не отразилась сразу. И потом я нашел подтверждение тому, что действительно, что в той области, в которой работаю я, описывать вот так невозможно. Но если ты описываешь проблему человека, плюс, то есть болеют все, но 90% идут в поликлинику. Им даже не приходит в голову, что та болячка, которая в него вдруг вылезла, причина в нем. С какими проблемами чаще всего обращаются люди? Примерно 30% эти люди – это люди, которые не болеют, но им интересна эта тема. Кто-то приходит с неопасными проявлениями, которые уже реально задолбали, потому что, допустим, от насморка не умирают, естественно, или от дерматита какого-то. Но с этим жить крайне неприятно. Убирают свои хронические болячки за пару дней реально или за две недели. А есть люди с острым симптомом. Они, допустим, никогда о здоровье реально не задумывались. Но им поставили, что у вас там что-то страшное, и они быстро, им надо найти ответ. Как конкретно можно описать вашу деятельность? Потому что нам нужно понимать, то есть вы либо про здоровье и здоровый образ жизни, вы учите, у нас есть там ниши, кто-то зарабатывает, кто-то это относит к хобби. К чему вы себя относите? В трех словах. Терапия, обучение и просвещение. То есть при самых острых вопросах у меня есть частная практика. Если вопрос не острый, но, допустим, болеет ребенок долго и не знает, что делать, не опасный, но достаточно сильный симптом, таких я советую пойти обучение. Либо месяц, либо два. Одновременно они научатся убирать у себя симптомы сами и поймут, откуда он взялся, ну и так далее. Можете сейчас порекомендовать три какие-то книги, которые не обязательно по вашему профилю, просто три книги, которые перевернули ваше сознание или прям вы думаете, вот эти книги можно читать, можно рекомендовать, потому что они прям вау. Могу. Это книги очень общие, но тем и хорошо, что они именно для широкого профиля. Первое, что у меня, это был фильм «Секрет». Он ни о чем реально вообще, но вот на том уровне, на котором как бы был я, я вот это увидел, и вдруг что-то всколыхнуло. Потом книга «Чайка», Ричард Бах, «Чайка Джонатан Левингстон», он показывает вот даты другой. Дальше было уже много всего. Это и художественный, алхимик, Паука Эли. Паука Эли. Обалденно книга. Она тоже ни о чем реально, но там есть вот одна фишка, которую если человек вот увидит, это настолько мощный ресурс. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервью. Можно получить от вас сейчас какие-то там, не знаю, 5-10, может быть, лайфхаков о том, как просто правильно настраивать себя на положительные мысли, например. Ну, как я сказал, да, психосоматика – это что такое? Это изменение каких-то телесных параметров, температуры, цвета лица, неважно что, от какой-то реакции телесной. То есть, а вы живые люди все. Вы все равно постоянно будете все это жить, на что-то реагировать. Наше тело устроено очень здорово. То есть, если вы обо что-то психически ударились, наступили на какие-то грабли, вам стало плохо, то если вы об этом рассказали, тело не изменится. То есть, не вырастет ни рак, ни опухоль, не покраснеете, не побледнеете. Если и покраснеете, то это будет очень на короткий промежуток времени. Поэтому вот основная задача – это, ну, не задача, основной, как бы, принцип жизни без болезней. Договорите, что с вами происходит. Можно ли там, например, говорить все, что чувствуешь, скажем, плакату какой-то знаменитой личности, например, там, плакату «Жуковые звуки вверх»? Да, это также будет работать, просто, поскольку мы социальные животные, все-таки с плакатами мы биологически не предназначены разговаривать. То есть, эффективнее все-таки человеку? Да, эффективнее человеку. Мало сказать, что цены на бензин повысились кому-то, а что ты дальше с этим сможешь делать? Зарабатывай больше, и тебе цены на бензин, но это уже действие другое. Найти другую работу, придумать дополнительный доход, да, и так далее. Купить машину, которая ест меньше. Да, просто я к тому, что клоню, и, наверное, идти-то нужно к психологу, если не хочешь докучать своим близким, Жуков тебе с плаката не отвечает, наверное, все-таки к вам на курсы. Понятно. Приходите, всему научим. Меня часто спрашивают, а как вы лечите людей? Я не лечу никого, потому что вылечить со стороны никого невозможно. Я показываю, откуда у тебя это взялось, и как можно из этого выйти, но за тебя я туда не пройду никак. Я могу идти рядом, я могу тебе вслед кричать, сделай вот это. За тебя никто это не сделает. Поэтому у человека всегда остается выбор. Даже получив всю информацию от меня, пойти туда, либо нет. Я это не беру на себя. По большому счету, то есть человеку стоит, обратившись к вам, получить информацию, знание, о своей проблеме, первоисточник, откуда она взялась, и незамедлительно, не ожидая какого-то волшебного исцеления, идти сразу решать эту проблему к специалисту. Я говорю рамку события, как именно ты отреагировал. А человек же знает контекст своей жизни, он сразу понимает, на кого, когда он это сделал. А значит, он может поменять реакцию. Моя задача, как психолога, научить его реакции менять. Меняя реакции, уходит болезнь. Ему больше никто не нужен. Ни онколог, ни практолог, ни дерматолог, ни аллерголог. Ну и так далее. Я стою рядом, но я не тяну его за уши в светлое будущее. Хорошо, очень интересно, очень глубокая тема. Вот, у нас, к сожалению, завершается время, поэтому, ты ли, я хочу подвести к логическому завершению. Я хотел уточнить, сколько стоят пакеты, если они есть, там, три пакета у вас или сколько? У меня пакет один. А, всего один пакет? Я вот, да, все эти схемы я видел. Я пытался их сделать, но, опять же, не отозвлось, я убрал эту тему. У меня есть автокурсы, которые стоят по три с половиной тысячи. Они локальные по, допустим, каждой системе органов тела. Их 10, всего-навсего. Одиннадцатый вводный. То есть, человек, это автокурсы без моего участия, без обратной связи. Можно считать это первым пакетом. Обучение основное у меня стоит вот по психосоматике 49 тысяч рублей. Там один пакет, там ничего другого нет. По традиции, всех интервью, которые мы берем, для наших зрителей, если возможно такое от вас, сделать какую-то скидку на ваш пакет. Ну, или бонус. Ну, или бонус какой-то, да. Значит, для всех, кто приходит от Акселя, промокод будет Аксель. Вот так мы и сделаем. Вот как Аксель. До 1 сентября 20% я даю скидки. 20% на пакет, который стоит 49 тысяч рублей. На любые программы по психосоматике моей онлайн-школы. Отлично. Спасибо вам большое за такую щедрость. Спасибо. Очень интересное интервью. Спасибо. Что мне понравилось? Давай начнем с этого. То, что у человека как выстроено, пусть и интуитивно, но схема с пакетами. То есть, очень много маленьких мини-курсов. Это можно тоже так применить на нас, да. И один большой основной курс. О том, что мне понравилось, да, давай скажу. О том, что человек 40 лет решил поменять сферу деятельности. Кардинально. Вообще, от технических знаний до психологии, да. Это вообще даже не смежные. То есть, это вообще вот небо и земля. Помнишь, мы вначале до интервью смотрели его сайт? Там такие были преисполнены скепсисы, как вообще с таким сайтом можно зарабатывать. Оказывается, просто он черпает аудиторию совершенно в других нишах. Это, конечно, не про нас, я уверен, да, потому что у нас все-таки совершенно другая аудитория. Она смотрит на упаковку. Но те объемы, которые он за время, там, все, время существования школы 5 миллионов рублей сделал, ну, это достойно похвалы. Это круто. Я считаю, что положительные мысли притягивают положительные дела, положительные действия. Однозначно. Поэтому, да, поэтому, что может быть человеком, который положительно мыслит? Меньше стрессов, меньше болезней. Вот, в принципе, в принципе, да. Мне кажется, это так. Кстати, ты вот в какие 2% себя относишь на этой земле? Процент самых умных людей. Конечно. 1% ты, 1% я, да? Хорошо.